Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня четверг, и поэтому ввели мы тут новую традицию, как мне показалось, и будем традиционно по четвергам говорить на темы интересные всем и несколько далекие от финансовых рынков, потому что, как обычно, ежедневно мы обсуждаем именно то, что там происходит. Хотя, собственно, можно было бы, конечно, сегодня и об этом поговорить, да, повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел. Как говорил известный персонаж вчерашней, да, публикации протоколов, принесла там кое-какое движение. Ну да ладно, завтра мы это обсудим, ничего страшного, никуда не уйдет. Сегодня не менее интересная тема, и более того, наверняка, будораживающего мы гораздо большего активного населения Российской Федерации, мы сегодня будем говорить на тему коллекторского бизнеса. Так, постарались романтично мы обозвать сегодняшний эфир. Коллектор – друг или враг должника. Об этом мы сегодня и порассуждаем. Прежде всего, я представляю сегодняшнего гостя в студии сухого остатка Андрей Влас, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России. Я подчеркиваю, антиколлекторов. Добрый день, Андрей. Добрый день. Визави, к сожалению, Андрея Визави, потому что, естественно, должен быть, ну, по задумке, да, это было бы логично, и представитель непосредственно коллекторского бизнеса, вот, но буквально там за час поступил от него звонок, он, в общем, не смог доехать, видно, очень много работы. Ну, скажу сразу, что зачастую со мной мало кто хочет встречаться. А, то есть это могла быть именно эта причина, да? Да, потому что я обычно, как бы, долго не разговариваю. Тут ясно и понятно, коллекторы – это бандиты. Надо сразу определиться, кто это. Здорово, здорово. Так, хорошо, Андрей. Долго не разговариваю, я прям испугался даже, сразу в лоб, да, как обычно, долго не разговариваю. Так, во-первых, сейчас мы начнем беседу. Во-первых, я еще раз хотел бы обратиться к слушателям. Вы можете присоединиться к нашей беседе, естественно. У вас есть для этого возможность, возможность номер один – позвонить по телефону, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495, либо написать нам на сайте финан.фм, задать свои вопросы, ну, в данном случае Андрею, вот, либо поделиться собственными мыслями по этому поводу. Кстати, все-таки интриги я не буду держать. Через полчаса мы договорились с одним из представителей коллекторского, все-таки, бизнеса, Дмитрием Жданухином, он присоединился к нам по телефону. Ну, до этого у нас есть полчаса, мы можем, собственно, с Андреем… Это специалист, да, Жданухин – это специалист по угрозам. Поэтому сразу имейте в виду, когда вам звонят и говорят, когда дадите деньги, как раз Жданухин научил коллекторов, как звонить и как говорить, чтобы знали, какие вопросы. Особенно граждане, те, которым на сегодняшний день, сейчас, в данный момент, звонят из какого-то коллекторского агентства или из банка, они зачастую и банком представляются, и говорят, когда дадите денег, мы вот вам хотим предложить сегодня льготные условия, погашение… Реструктуризацию. Да, реструктуризацию, всяческим обманным путем пытаются завладеть вашими денежными средствами, да, не предъявляя никаких документов, доверенностей, ну, и прочих юридических документов, обосновывающих их положение, их права и так далее. Поэтому, если вы хотите знать, как решить данную эту проблему юридически, законным способом на сегодняшний день, как избавиться от кредита, от долга, от расставщика, от кредитной организации, от коллекторов, тоже звоните, пожалуйста, я вам расскажу всю технологию на протяжении многих лет, как мы защищаем, как мы избавляем… Да, 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 судебное решение этой проблемы существует. Здорово, здорово, Андрей. И тем не менее, давайте мы попробуем структуризировать несколько, да, наш эфир. Во-первых, начнем с того, что, ну, такое вступление вполне логичное, да, что это проблема, а это проблема все-таки, проблема невозврата долга, да. Наверное, сейчас, ну, может быть, не наиболее актуально для большинства россиян, но, тем не менее, принимает такое, я бы сказал, ключевое значение, потому что говорим мы о том, что, да, большая закредитованность в рамках потребительских кредитов, да, у банков растет просрочка, растут плохие долги в портфеле и так далее и тому подобное. Вот уже пошли звонки, я так думаю, что будет интересно сегодня ваше выступление. То есть мы говорим о том, что, видимо, коллекторы, да, вот как бизнес или как вот это самое… Организованные группы. Во-во-во, не совсем легитимная, да, возможность вернуть долги, они сейчас наиболее активны становятся, это правда? Они используют технологию внесудебного выбивания долгов, то есть без суда и следствия, внесуда, внеправового поля решают вопросы в так называемом досудебном, но им подходит слово внесудебным, потому что они… А это разные вещи, досудебные, внесудебные? Ну, досудебные, это когда вам направляют письменную претензию, прикладывают доверенность, основания, расчеты, все кредитные документы, все, что доказывает, что вы должны. Ждут 10 дней, если вы не отвечаете, они подают в суд. Так раньше работал Сбербанк, но это было раньше. Теперь все начали… Самый советский Сбербанк. Да, 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 они очень быстро, 3 месяца ждали, вы не платили, подавали в суд, и это было правильное решение, правовое, грамотное решение, и эффективное было. А дальше по исполнительному листу государственные судебные приставы взыскивали данный долг. У них есть все права для этого, в том числе есть и уголовная ответственность, если вы избегаете, уклоняетесь от погашения, от исполнения решения суда. Да, да. Поэтому они имеют право и арестовывать, и задерживать, и так далее. У них масса инструментов для взыскания долгов. Но это все законные инструменты. В нашей жизни все-таки вклинились третьи лица, залезли в эту нишу, раздвинули правоохранительный орган, приставов, обвинили всех, что они не работают, а мы, типа коллекторы, начинаем спасать экономику России, причем здесь Россия, экономика… Не работают, в смысле, вот эти самые правоохранительные органы не работают, сами банки, у них же тоже есть там какие-то… Да, банки виноваты, да, службы безопасности, это их, типа, непрофильное занятие, а у нас это профильно. Вот мы такие пришли, красавцы, мы пришли откуда-то из Америки, там у них сказки такие есть, типичные там, коллекторы от слова, ну, возвращать, да, английского, и так далее. Они придумали себе аббревиатуру, ну, в свою очередь, нам тоже придумали аббревиатуру антиколлекторы, хотя на самом деле… Не придумали. Я не знаю, кто это придумал, но появился такой запрос в поисковой системе, соответственно, мы и стали антиколлекторами. А изначально как планировалось? Ну, изначально мы всегда были, 25 лет подряд, мы были юридическое агентство по финансам, да, то есть мы решали финансовые проблемы, всегда можно решать проблемы. Если есть кредитная организация, то она всегда, надо не забывать, что это расставщик, он всегда попытается вас обсчитать, объегорить и так далее. А так как мы… Любая кредитная организация. Любая организация. Ну, это узаконено бытовое мошенничество. Это такой бизнес просто. Это такой бизнес, да. А так как вы финансово безграмотный, и вы допускаете первую просрочку, первую ошибку, первый раз вы споткнетесь, так сказать, то вот тут-то вас и ждет ваш любимый расставщик. Вот здесь вы и попали на штрафы, комиссии, на сложные проценты, проценты на проценты и так далее. Вот здесь как раз и включается тот механизм, который загоняет вас в долговую яму. Поэтому… А изначально ошибка какая стратегическая? То есть, в принципе, не надо обращаться к этим самым расставщикам. Надо всегда рассчитывать свои возможности, но об этом все говорят, да. Возможности, знаете, сейчас я рассчитываю возможности, а потом через некоторое время что-то изменилось в моей жизни, и я, к сожалению, уже… Ну, надо учитывать то, что у нас на сегодняшний день все кредитные организации занимаются разбазариванием денежных средств. То есть, достаточно большое количество заемщиков имеют по 15-10 займов, да, кредитов и так далее. Более того, кредитные организации нарушают закон о рекламе, о СМИ и так далее. Они пишут просто деньги, просто зайди, просто возьми. И они действительно их просто дают. То есть, они провоцируют вас, они нарушают инструкции Центробанка и так далее. Ну, те организации, кстати, о которых сейчас говорить, они все-таки не попадают, да, у нас под регулирование Центробанком, это микрофинансовая организация. Микрофинансовая организация, это уже новая ниша, так сказать, их более трех тысяч на сегодняшний день, они побили все рекорды. И это была неплохая идея в законе черных расставщиков, да, можно сказать. По сути, это и произошло. Ну, по сути, это и произошло. Они попали в некие списки и стали микрофинансовыми учреждениями. У них сейчас уже ассоциации, у них уже тоже какие-то есть там правила, регулятор какой-то. Совершенно верно. У них также уже появились собственные выездные бригады. Они увидели, что коллекторы тоже мало угрожают и неэффективно взыскивают, поэтому начали формировать собственные службы по выбиванию долгов и так далее. И тем страшнее то, что когда вы у них берете, вы берете под 5% в день, под 1%. Конечно, там сумасшедшие. Естественно, вам никто не будет прощать, потому что, ну, надо четко понимать, что это вредит вашему здоровью. Прежде чем вы возьмете деньги, ну, это то же самое, как наркотик. Только еще страшнее на сегодняшний день уже становится. Вы попадете в финансовую зависимость. Вы станете кредитным должником, это так же, как карточным должником. Вы проведите параллели и поймите, что это некая болезнь или некий страх, который вас продолжает заставлять брать еще деньги. Потому что вот... То есть откуда 10 кредитов у одного человека берется? Вот я и хотел... То есть он не вернул один, да, он вынужден где? Надо как-то решать. Значит, я беру, как грамотно писал, реструктуризирую свой долг, беру новый кредит для того, чтобы покрыть старый, и все, и вот она пирамида. Да, и надо четко понимать, когда банки предлагают вам реструктуризацию или рефинансировать, надо четко понимать, где перекредитование, а где действительно рефинансирование. То есть новый кредит закрывают им, старый кредит удлиняют, новый кредит проценты повышают и так далее. Здесь надо четко понимать, когда вы взяли и не можете отдать, не надо идти к тому, у кого взяли, и спрашивать, как мне тебе не отдать. Да, да, как мне тебе... Спасибо огромное, Андрей. Сейчас прервемся, у нас новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Влас, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России. Мы говорим на тему коллектор, друг он или враг должника. Вопрос в конце этой фразы я уже зачеркнул. У меня, по крайней мере, формируется некое мнение по этому поводу. У нас есть звонок, да, давайте, чтобы не томить, сразу же поговорим с нашим слушателем. Дмитрий, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, здравствуйте, я хотел бы вопрос задать Олегу. Дмитрий, Олег, вы знаете, я уже второй день слушаю вашу программу и нет никакого взгляда на рынок. Как торгуются бумаги, что показывает индекс. Я понял, Дмитрий. Олег, подождите, вы понимаете, у нас тысячи радиослушателей слушают вашу станцию, поэтому я хотел бы вас попросить в начале программы осуществлять взгляд на рынок. И когда вы что-то там обсуждаете с своими гостями, понимаете, час торгов, за час торгов может очень многое измениться на рынке. Дмитрий, спасибо. И было бы еще лучше, если бы в конце программы вы говорили, что происходит с индексами, как торгуются бумаги. Дмитрий, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Ну, я, честно говоря, в начале программы извинился для тех, кто слушает ее именно исключительно для взгляда на рынок. Все-таки у нас сегодня такая традиционно внерыночная программа. Дмитрий, еще раз спасибо за звонок. Собственно, Андрей, давайте продолжим. Продолжим. Кстати, вот эта вот фраза... А, давайте, да, Максим, 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 Максим. Хорошо. Максим, день добрый, вы в эфире. Про индексы я не рассказываю сегодня сразу. А, я понял, день добрый. Я как раз-таки вопрос с этим, про коллекторов хотел бы некий комментарий дать. Я считаю, вот лично мое мнение, и мне есть с чем сравнивать, сейчас вам объясню, что у нас в России коллектор это враг. Я вот, у меня есть еще счет открыт в американском банке, и бывает, что там, допустим, по кредитной карте возникают просрочки, там, не успевают заплатить, там, или деньги не успели дойти, там, допустим, до банка, к счету, и звонят, собственно говоря, на российские номеры. И там коллектор, это, я бы даже так сказал, это психолог, который общается с вами настолько вежливо, который вникает в ситуацию настолько глубоко. И вот такого отношения со стороны российских коллекторских агентств, даже которые работают здесь по франшизе от международных, нет. Здесь, когда раздается телефонный звонок, а мне доводилось в интернете, это хамло, это грубьян, это вполне, он, вот, то есть, да даже вопрос даже не в том, как общаются люди, а вопрос в том, как их руководство настраивает на общение с людьми. Ведь даже те письма, которые рассылают, они начинают, прежде всего, с вопроса, утверждения, что вы виновник, что вы не годизнаю лица. Я получаю в Штатах письмо, при этом я получаю его на российский адрес. И первое, что там спрашивается, мы понимаем, что у вас в жизни могли возникнуть некие сложности, и мы просим вас рассказать нам, что случилось у вас. И только потом уже коллектор, там, с необходимостью начинает очень корректно вам объяснять, чем грозит вам нарушение. Максим, простите, пожалуйста, вопрос у меня встречный, вам, собственно, и Андрей наверняка прокомментирует. А задачу американский коллектор и российский коллектор одну и ту же решают? Вот задачу как можно сформулировать? Задача сформулирована взыскать долг. И взыскать долг, прежде всего, мировым путем. Не путем уже угроз о том, что мы заявим на вас в полицию. Да-да-да, заявим, ладно, ждите бригаду, вот у меня есть знакомый, ему такую фразу, ждите выездную бригаду. Да-да, и мне же такие письма приходят, что мы сейчас там, да, приедем с вами к коллектору полномочиям приехать к вам, провести с вами разъяснительную беседу. Понятное дело, что эта разъяснительная беседа, она, ну, там сама тональность письма, она уже, или звонка, она в достаточно грубой форме. Поэтому я считаю, что у нас деятельность коллекторских агентств, а, должна быть обязательно лицензируема, и, б, должны быть прописаны абсолютно четкие, понятные стандарты, кто может быть коллектором. Потому что зачастую коллекторами идут неудавшиеся студенты юридических факультетов, которые, в принципе, и диплом получили, поскольку считают, что они там в законах что-то понимают, и еще что-то. Поэтому должны быть абсолютно выстроены четкие, понятные правила, во сколько можно звонить. Каждый телефонный звонок должен быть зафиксирован, каждое письмо должно быть направлено с заказным уведомлением, то есть должны быть стандарты. Поскольку у нас Дикий Запад в этом вопросе, то у нас и получается, что коллектор вызывает столь негативную окраску в сознаниях людей, когда вообще человек слышит «коллектор». Сразу думают, о боже, ну и у нафиг этих коллекторов. Собственно говоря, вот все, что хотел сказать. Спасибо огромное, Максим, спасибо огромное за звонок. Ну, я бы хотел сказать, что в Америке это кредитный советник называется, а не коллектор, и они выполняют совсем другие функции. Они как раз... Подождите, кредитный советник тот, который звонил Максиму, а коллектор в Америке таки есть. Кредитный советник учреждают дочерние компании, это в основном банки учреждают. То есть кредитор сам создает такую компанию и передает часть функций, именно как буфер, как прокладку между большой кредитной организацией и маленьким заемщиком. Таким образом, у них есть возможность и рефинансировать, и перекредитовать вас, и еще что-то сделать, да, и пойти на какие-то уступки. То есть у них есть конкретные права, и им передают на основании закона. Им даже не продают, да, и они хорошо действительно работают, они работают как обычные юристы-адвокаты. То есть досудебный порядок они выполняют. На сегодняшний день, вот то, что сейчас сказали, обычно юристы и здесь так работают. Здесь говорят, не надо их узаканить. Зачем узаканить? Есть гражданский кодекс, есть кодекс о частной сосной деятельности, есть закон, да, есть закон об адвокатуре и так далее. У нас достаточно законов, которые регулируют. Более того, в 2010 году был принят закон о медиации. Это как раз в досудебном порядке можно урегулировать конфликт. Но на медиацию должны согласиться обе стороны, да, в досудебном порядке и подписать соглашение о медиации. В этом случае оно уступает закону силы и так далее. Но дело в том, что эту группу лиц не устраивает это. Их устраивает одностороннее движение. Эту группу лиц, то есть коллекторов. Да, 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 совершенно верно. То есть они не предложат никогда должнику, давайте миром договоримся. Я вот езжу в Европу, мы работаем по Европе, да, я вам скажу, там достаточно одного звонка, что вам позвонили, и кто-то там угрожал, или кто-то не оставил обратной связи и так далее. Там вы подаете заявление в полицию, да, и полиция выясняет, кто вам позвонил. Вызывают его, проводят дознания и в случае необходимого возбуждают уголовную ответственность против этого человека, руководителей и заказчиков. А в России такого? В России более 40 тысяч заявлений поступает в прокуратуру в год, и это не расследуется. То есть и люди, те, что угрожали вам, то, что вот звонили и вам, и вам, ну, всем нам звонили. Мы обычные граждане России, поэтому... Но они оставляют ведь, насколько я знаю, какие-то они координаты оставляют. Да, Иван Иванович, Иван Николаевич, Дмитрий Николаевич, и так далее. Перезвоните, Дмитрий Николаевич. Да, некий левый телефон и так далее. Ну, во-первых, надо разобрать коллекторский бизнес как гаражный бизнес. Они не платят зарплаты, они нанимают пенсионеров, студентов и так далее. Это... Подождите, они не платят зарплаты, какой зарплаты? Сотрудникам с вами, да. Они проводят двухнедельные курсы, как отжимать деньги, как угрожать, как давить, как третировать, как оскорблять, как убежать, как доводить до состояния самоубийства граждан, да, соответственно. И дальше их зарплата зависит от суммы выбитого долга. Вот оно. Им платят проценты, да. Да, вот я недавно давеча выступал по какому-то радиостанции, по-моему, на вашей, тоже в эфире, и речь шла о том, что коллекторы будут выбивать черные зарплаты. Так, может, они сами начнут для начала платить эти зарплаты? Да, да, я читал, кстати, в «Взвестиях» недавно была статья по поводу того, что у них вот... Да, они любят так пиариться, заявить, что они то налоги будут выбивать, то они будут штрафы других государств выбивать, там. Ну, у них такие есть эти фишки. Государственный долг Соединённых Штатов Америки могут выбить. Да, 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 совершенно верно. Поэтому вот эта вот речь идёт не к организации, да, пожалуйста, регистрируйтесь как предприятие, выбирайте по классификатору видов кодов деятельности, у нас есть вид деятельности, там, юридические услуги. И оказывайте, почему вы занимаетесь деятельностью, которая не прописана в классификаторе, то есть внесудебным взысканием просроченной задолженности. Покупать никто не покупает, да, делают фальшивые переуступки, делают... Покупать, в смысле, долги никто не покупает. Да, долги, да. У нас есть по кодексу, вы можете купить, но кредитная организация должна письменно вас об этом уведомить. Что я... Да, что ваш долг был продан, да, и приложить документы, подтверждающие копию владёжного поручения, что человек купил. Но без передачи банковской тайны о счетах и так далее, о друзьях, товарищах. А не так, как сегодня происходит. Сегодня они берут и сливают электронную базу данных, включая все анкетные данные, где вы писали, это мой друг, это мой сосед. И начинают ещё и их третировать. Да, да, да. Работодатели и так далее. Люди к нам обращаются и говорят, что делать, работодатель от страха хочет меня уволить. Я говорю, а зачем ему звонят? Он говорит, я не знаю, но я теряю работу и последний мой доход будет тоже потерять. После этого я не смогу вообще оплачивать кредит, ни в каком виде. Это очевидно. Да, поэтому они сами создают условия, при которых тот же должник подаётся в бега. Они сами создают уголовную ответственность, в которой они в письмах угрожают. Действительно, там у них письма начинаются сразу со 159-й статьи. Сейчас, кстати, опять время нам послушать новости, потом мы прервёмся на новости и потом продолжим. Уголовная составляющая очень интересная. Замечательно. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Коллектор». Выясняем, вдруг он или враг должника. В студии Андрей Влас. Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России. Через некоторое время я подключу к нашему разговору Дмитрия Жданухина, руководителя Центра развития коллекторства. Но начнём мы всё же с того, что обсудим уголовную составляющую. Потому что, в принципе, когда мы говорим о кредитовании, о взаимоотношениях банк, должник, либо новая структура, всё-таки это в рамки Гражданского кодекса укладывается. Ну, совершенно верно. Но есть ведь страшное дело. Можно довести и до уголовщины. На сегодняшний день они попадают под чистую статью 163. Не хватает единственного, чтобы должник вышел в подъезд и реально сунул деньги за пазуху, и в это время за руку их поймали. Вот этого они не делают. Как они указывают на своих сайтах, мы вас довезём до банка, мы довезём вас до почты, отделения, и вы сможете оплатить кредит и так далее. То есть они к вам приезжают, но деньги они боятся в руки брать, чтобы не было точки в статье 163 Уголовного кодекса. А нет, прецедентов нет, мало ли. Человек уже настолько, да, накипело у него, он раз и подставил. Да, вот у меня был один клиент, так сказать, да, который пришёл на консультацию с таким вопросом. Мне кредитор и коллекторы предлагают много денег. Я говорю, за что? Он говорит, я хочу их взять, но боюсь. Он говорит, ну, был случай такой. Я бывший кемеровский бандит, живу в Москве, работы нет больше, ну, как бы, законы изменились. Сижу, делать нечего. Пошёл, взял кредиты, чтобы жить на что-то. Ну, и не плачу, естественно, по кредитам. Ко мне приезжают мои, как бы, но я, говорит, не могу назвать, потому что... Бывшие коллеги, да, наверное? Не, а он говорит, это бывшие менты, абсолютно отморожены, разговаривать не умеют, общаться не умеют, говорит. Естественно, меня это всё сбесило, и я позвонил 02, вызвал полицию. И когда у меня в глазок я видел этих коллекторов, я вышел и сразу им за пазуху затолкал деньги. И тут же написал заявление и сдал их в органы власти. После этого мне появились звонки, приезжали адвокаты, начали предлагать денег там. И он, говорит, я пришёл спросить у вас с точки зрения юридической, а как мне взять деньги? Я готов мировую подписать. Мне и кредиты все закасили, и всё остальное. То есть вот он сумел довести статью 163-ю до конечного результата. Поэтому, чтобы подписать мировую, он вынужден уже от них брать деньги. Таким образом. Случаи бывают разные. Да, случаи разные, но это яркий пример. Ну, человек был подготовлен, да, у него за плечами огромная практика. Совершенно верно, да. Вот этих стрессовых ситуаций. Обычный человек, как он выглядит? Обычный человек, вот у меня недавно был, жаловался, говорит, приехали коллекторы. Я после работы спал, проснулся. Не понял. Вышел на лестничную площадку и начал с ними драться. Жена спрятала шкафу там. Они живут в коммунальной квартире, им открыли дверь, и они зашли. Сунули какое-то удостоверение. Он не понял, он был с просонья, да, там, и так далее. Я говорю, а почему не вызвал полицию, почему не позвонил 02, заявление написал? Нет, ну мы так порешали. Вот что неправильно, это не надо так решать. Возврат какой-то, да, читается возврат в суровые 90-е. Вот понятийные отношения надо прекращать. Андрей, Андрей, смотрите, у нас на связи есть Дмитрий Жданухин, дозвонила Селина до него. Еще раз повторю, Дмитрий Жданухин, руководитель Центра развития коллекторства. Давайте присоединим его к разговору. Дмитрий слышит меня? Да, да. Дмитрий, добрый день. Очень жаль, что не смог сегодня представитель коллекторского бизнеса оказаться в студии. Но у него проблемы какие-то, мы об этом говорили. Вас мы попросили по телефону. Собственно, вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он такой достаточно, я бы сказал, стратегический и простой. Друг или враг должника, коллектор? Вот как вы позиционируете себя? Расскажите, пожалуйста. Ну, мы позиционируем, конечно же, как те, кто помогает решить долговую проблему. Это, знаете, как врачи. Врача, которые ампутируют больную конечность, могут считать врагом, но это то, что необходимо. Понятно. Ну, в основном, конечно, терапевты. И стараемся, скажем так, до ампутации с помощью службы судебных приставов не доходить. Но бывают разные случаи. Иногда приставы тоже нужны. А вы можете поделиться с нами, ну, если не секретами, то, по крайней мере, методологиями, техниками, которыми вы, ну, я не знаю, не заставляете, да, наверное, слово некорректное, которым вы помогаете, да, должникам осознать вот эту ситуацию и, собственно, пойти правильным путем. Каковы эти технологии, Дмитрий? Они различаются для должников, руководителей организаций, за которыми стоят долги корпоративные, да, то есть долги организации, и для физлиц. Для физлиц срабатывает правильное описание последствий. Психологически правильно. Не номера статей, которые могут быть применены, а описание, что, вы понимаете, к вам придут приставы с понятыми в грязных сапогах, заберут у вас обручальное кольцо. Понятно. Соседи это увидят. Понятно. Это имущество, которое... Натопчут, натопчут грязными сапогами, натопчут на чистом пол. Ну, вряд ли, конечно, мы детали-то не прописываем, но... А каких, Дмитрий, извините, о каких статьях идет речь, вот вы говорите сейчас, да, вы рассказываете о статьях. Статьях чего? Уголовного кодекса? О статьях уголовного кодекса, например, статья 159-я, мошенничество, да, иногда она может быть применима, когда человек взял кредит, не имея возможности его погашать. То есть пришел к черным кредитным блогерам, делали ему справку о зарплате несуществующей и трудовую книжку. Вот здесь статья 159-я вполне может быть применима. А этого достаточно доказать то, что действительно человек изначально, как бы, мошенническими, да, у него были мысли мошеннические, знал он, что беру и возвращать не буду. Ну, я говорю о том, что написано в постановлении Пленума Верховного Суда по делам и мошенничествам, да, где подчеркивается, что при прочих условиях, да, это отсутствие возможности погашения кредита служит одним из доказательств. Для руководителей организации часто работают другие приемы. С ними надо общаться в основном не уж на письменном режиме и показывать, как распространение информации о том, что они решили дистанцироваться от долговой проблемы, бросить компанию, провести банкротство и так далее, затруднит их бизнес. В том числе даже бизнес, который они ведут уже через другие юридические лица. Иногда срабатывает угроза обращения в объединение предпринимателей, в которых они участвуют, типа долговой промышленной парадой. Риск репутационный такой встает перед ними, да? Он не совсем репутационный, его в ситуации, потому что если служба безопасности и их контрагент не вовремя получат информацию перед заключением контракта, это может все привести к повышению бизнес-планов. Дмитрий, смотрите, еще такой вопрос, спасибо огромное, что вы все-таки имеете время с нами пообщаться. Вопрос такой, вот исходя из того, о чем вы рассказываете, у меня сложилось впечатление, что коллекторский бизнес это такой консалтинговый бизнес, то есть вы просто какими-то советы даете, даете советы. А как юридически закреплена ваша деятельность? На основании чего? Смотрите, на самом деле консалтинговое направление это одно из направлений коллекторского бизнеса и у многих компаний не основное. То есть часто основное направление это выкуп задолженности, то есть когда кредитор по договору цессии уступает право требования. Это актуально и для компаний тех, которые обладают долгами юридических лиц и для тех, которые продают долги физических лиц. Но обычно все-таки все оформляется договором агентским или оказанием услуг. Но обязательно договор должен быть, потому что иначе действительно есть опасность квалификации этих действий как вымогательство. Как вымогательство. То есть имеется в виду, что вы должны, если уж вы действительно появляетесь при светлые очи заемщика, вы должны продемонстрировать ему какой-то юридический документ на основании чего действия. Иногда проблемы возникают, когда, например, заемщик физическое лицо может потребовать доказательств того, что долг действительно был уступлен. Не просто уведомление, что вот он уступлен коллекторам, а доказательств. А доказательств это что? Ну это, собственно говоря, тот договор, по которому его долг был передан коллекторскому агентству. И вы его демонстрируете заемщику? Да. Хорошо, Дмитрий, спасибо огромное, что вы нашли время. Спасибо, всего хорошего. Комментарий, Андрей. Любой договор можно нарисовать, да? А вот заплатить деньги и купить долг, надо подтверждение платежа. Более того, это все равно не дает вам право обращаться лично к этому гражданину. Вы должны письменно претензии оформить. Я не буду говорить, что 68 тысяч адвокатов в России об этом знают. Всю процедуру досудебного порядка. Как оформить заявление досудебное, как обосновать ваши права, что они вам по закону перешли и так далее. Но, к сожалению, у коллекторских агентств не у всех есть деньги покупать. А если покупают, то покупают там за миллион долларов, миллиард там и так далее. За 0,01%. Такая практика существует, но это не говорит о том, что это полные расчеты. Это чтобы соблюсти законную формальность. Но это могут позволить только одно агентство крупное и так далее. Остальные занимаются действительно агентские, всякие соглашения заключают и так далее. В большинстве случаев, во-первых, этого недостаточно. Необходима доверенность, нотариальная доверенность. Вот как СНАС суд требует нотариальную доверенность, когда мы идем в суд защищать кредитного должника, также и они должны прийти с доверенностью. Этот человек должен показать доверенность, что он представляет некую организацию и так далее. В противном случае... Андрей, ну мне кажется, это небольшая проблема-то. Если это необходима доверенность, я думаю, ну что, возьмут они доверенность? Ну, если у них работает 200 человек в центре телефоном, да, откуда у них столько доверенностей? И те бригады, которые выезжают, у них тоже нет доверенности. На практике сегодня то, что происходит, никто никогда никому никакой доверенности не показывал. Никакие соглашения никто не показывал. Вообще никто ничего. Они делают красивое удостоверение коллекторское агентство, или там называется ООО «Пристов». Черные футболки с надписью «Пристов». Ну, исключительно на психику. А какие названия они придумывают? УСБ, ЦСБ, РОВД через точку, РОВД. Мы из РОВД, здравствуйте. Что это такое? Это в виде не в заблуждении. А посмотрите, их логотипы какие. Это государственные символики. Это наши гербы государственные, МВД гербы и так далее. Почему это не пресекается? Вот скажите, почему власть дает использовать возможность такую им? Вводить в мошенничество наших граждан, а более того, доводить их до самоубийства? Зачем? Зачем они делают? А вина кредитора, статья, почему все забыли? Если кредитор умышленная или по неостороженности содействовал увеличению убытков? Почему кредитор не пошел через 3 месяца, через 6 месяцев? Почему не пошел в суд, не подал, не доказал, не получил исполнительный лист? Не доказал, что ты должен? Потому что до этого момента я могу с вами спорить, что я не должен. И кто нас рассудит? Коллекторское агентство во дворе. Чисто по понятиям мы встретимся, поговорим. Мне вчера буквально назначали возле станции метро встречу. Стрелку я мне. Стрелку набивали, да. Захотелось бы сказать. Серьезно. Да, совершенно верно. Ну, это нашего клиента назначали. В результате, естественно, никто никуда не поехал и прочее. Мы подъезжали снарядом милиции, но это бесполезно. Телефонный терроризм, он процветает на сегодняшний день. Третирование граждан процветает. И это надо прекратить. Более того, если они хотят в законе быть, не надо делать новый закон. Пускай работают по действующему закону. И вот когда в действующем законодательстве появится такой вид деятельности, вот тогда, пожалуйста, получай свидетельство и работай по действующему. Ну, смотри, Дмитрий сейчас сослался на постановление Верховного суда. О каком постановлении там шло? Я понятия не имею, о каком постановлении. 159-я статья, она говорит четко. Обманным путем получил денежные средства. Это первый критерий. Второй скрылся в неизвестном направлении. Кто из нас обманным путем получал эти деньги, кредиты? Ну, аргумент, который... Совершенно верно. Извините, если кредитная организация большими буквами пишет. Просто деньги, просто зайди, просто возьми. За тысячу рублей получи сто тысяч рублей. Какую-нибудь правку мне принеси, я не буду смотреть. Кто здесь из нас мошенник, давайте разберемся. Кто кого еще разводит. Давай вот с этой точки зрения. Потом тебе дают денег просто по одному документу. За 30 минут оформляют этот кредит непонятно как, что, где и так далее. Я считаю, экспресс-кредитование, надо сделать отдельный закон, как проездной в метро. Вот купил проездной на транспорт, да, и он регулирует. Вы же не подписываете вот такую портянку мелким шрифтом, где хозяин митрополитена, учредители, акционеры, доверенность и прочее. Вот микрозаймы, микрокредиты необходимы именно таким образом. Получил в кассе денег, ты заключил некую оферту, сделку одностороннюю, да. И эта односторонняя сделка должна быть прописана четко в законе. Потому что на сегодняшний день все используют все, что тому. Они в договорах пишут, все, могу отобрать, могу отнять, могу продать, могу расчленить труп и раскидать по двору. Это беспредел, с моей точки зрения. Его надо прекратить на сегодняшний день. В 2008 году существовало более 2000 коллекторских одинн. Сегодня их менее 500 осталось. Я думаю, что они из-за этого нет. Эволюция, эволюция. Сейчас еще раз новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы. Коллектор, друг или враг, должника. В студии Андрей Влас, финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России. В прошлой части мы говорили по телефону с Дмитрием Жданухиным, руководителем Центра развития коллекторства. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Осталось 12 минут. Радуйтесь возможностей, воспользуйтесь возможностью позвонить и задать вопросы Андрею. Некоторое время спустя я обязательно попрошу какие-то рекомендации, может быть, общие дать обязательно. Есть вопрос у нас на сайте, я его сейчас прочту. Итак, пишет Владимир. Скажите, пожалуйста, является ли нарушением моих прав неоднократное предложение одного из банков, ну, большого банка, не суть важна, видимо, какого, получить у него кредит на льготных условиях, рассылаемый в виде СМС-сообщений? И дальше Владимир, значит, комментирует сам этот вопрос, я ведь могу не устоять и попасть в кредитную долговую. Кстати, очень часто, ну, многие банки этим грешили, я не знаю, сейчас, может быть, это немножко на спад пошло. Нет, на сегодняшний день это идет все активнее и активнее. Более того, если, то, что говорится, вы не используете официальных операторов связи или официальных провайдеров связи, да, это называется спамом. А если официально через них заказываете рассылку, да, это уже не спам. Ну, как бы, маленький нюанс я хотел сразу разъяснить. Да, это важно, кстати. То, что мимо кассы, это спам, ну, назовем по-русски. То есть на это можно не реагировать? Да, можно не реагировать. Более того, СМС-рассылка, это одна из самых дорогих реклам на сегодняшний день, это очень дорого стоит, не каждый себе может это позволить, но очень эффективно, потому что к вам в карман, к вам в ухо попадает конкретная информация. Так-то, что пользуйтесь, пока это еще не пресекли. И пока есть официальная, пока власть не видит, что происходит. Ну, так это является нарушением тех самых прав, да, о которых мы сегодня говорим? Ну, знаете, соблазн всегда есть велик нарушить закон, да. Точно так же и соблазн взять то, что плохо лежит, или то, что так легко вам дают, да. Проблема банка, проблема кредитной организации, которая хочет раздать эти деньги на сегодняшний день. Или нужно раздать, или агрессивная политика на рынке, то есть завладеть определенной территорией, порфелем определенным и так далее. Им наплевать, что у вас 15 кредитов, и вы с ними не рассчитываетесь, понимаете. От того, что вы возьмете, тем не менее, вы виноваты будете только вы, и только вы обязаны отдать этот долг, да. Ну, правильно, и потом вам расскажут, да, еще, что вы, оказывается, и мошенническим путем, да. И никто вам не писал, и никто вам не звонил. Да, да, да. Поэтому тут четко смотрите, что и у кого берете, да. Можно, сами знаете, и у дьявола что-то взять, всю жизнь потом в аду мучиться. Это правда. Не дай бог, конечно, да. Ответ на вопрос Владимира очевиден, видимо, да. Надо взвесить, естественно, собственные какие-то силы. Совершенно верно. Вот я хотел сказать, если вы сегодня уже взяли таких сегодня несколько миллионов, десятков миллионов человек, которые не могут рассчитаться. Во-первых, вы пишите заявление не о том, что вы просите банка о каких-то льготных условиях, перекредитовать вас, еще что-то. Во-вторых, вы должны четко понимать, вы взяли у ростовщика деньги и приходите к ростовщику и говорите, а помоги мне еще раз тебя обмануть, чтобы, или помоги сделать так, чтобы я тебе не отдавал сегодня деньги, а дал потом. И больше. Вы разграничите эти функции. Банк – это все-таки обычная коммерческая организация. Поэтому вы, пожалуйста, идите к экономисту, финансисту, к юристу, к кредитному юристу, к кредитному адвокату, который вам поможет разобраться в данной проблеме, или психологу, в конце концов, да, решить эти проблемы. Но надо решать эти проблемы юридически. И когда вы пишете заявление, вы должны конкретно написать, я потерял работу, я больше платить не буду. В связи с этим… Верно, не буду, не могу, не хочу, не буду. Но не буду, потому что вы не можете платить, да. И это уже доказывает в судебном порядке на основании статьи 451, что ваше финансовое положение ухудшилось. Вы предъявляете копию трудовой книжки или справку с биржи труда и так далее. Вы должны финансово, юридически доказать об ухудшении финансового положения. Но пока вы общаетесь с ростовщиком, с коллектором, да, вы оттягиваетесь в смерть. Дело в том, что сроки давности 3 года. И кредитор, естественно, не спешит подавать на вас суд. Пока он вас, как это называется на сленге, порфель бросит одному коллекторскому агентству, они постирают 3 месяца этот порфель, потом второму, потом третьему коллекторскому агентству. Таким образом, когда они отожмут все, что можно было отождать, после этого они только используют собственную юридическую службу, отдадут напоследок в юрслужбу свою и скажут, теперь вы подайте в суд и отберите последнее, что у него есть. Вот что сегодня происходит. А срок давности 3 года, это значит, по истечении 3 лет уже вопрос закрыт автоматически? Ну, это уже трудно подать, надо обосновать, если сроки давности пропустил. Но обычно через 2,5 года банки подают в суд. Начинают активизировать. Поэтому, когда вы думаете, что про вас забыли, про вас никто не забыл. У банка тикает счетчик, и счетчик, я вам скажу, не маленький. Поэтому поосторожнее с расставщиками. И не бойтесь подавать в суд первыми в суд. Не ждите, когда банк подаст. На сегодняшний день... Основание какое? Если ты действительно взял кредит, и ты в какой-то момент перестал его платить, такое у тебя основание подать на балл. Это простым языком основание. Основание ухудшения финансового положения. Но говоря юридическим языком, любые договорные отношения – это две стороны. И одна из сторон может быть недовольна тем же самым товаром. А товар, денежные средства тоже являются товаром как таковым. Я вообще говорил, что заемщик должен иметь такое право, скажем, через месяц вернуть денежные средства как некачественный товар. Но обосновать это тем самым, что он взял деньги, подписал одни документы, а в результате вылилось в другие штрафные санкции, в другие комиссии, которые вдруг откуда ни возьмите появились. И плюс появились некие звонки, требования и так далее. Все. Таким образом товар некачественный. Вот это меня не устраивает, поэтому я решаю. Да. Кое-какие проекты законов есть в этой области, уже обсуждаются по потребительской кредитованию. И там есть такие функции о возврате денежных средств, но не как качественный товар, потому что его сами банкиры придумывают, этот закон, соответственно. И еще я хотел сказать, вот по поводу закона о банкротстве физических лиц, который очень часто обсуждают, но до конца не говорят. И когда людям, когда гражданам говорят о том, что единственное жилье у вас не заберут, я хочу сказать, заберут. Что такое единственное жилье, надо четко понимать. Вам дадут в поселке городского типа, где есть школа, детский сад и магазин. А та квартира, которая у вас в Москве... И оно будет единственным. И оно будет единственным. Или на Северном полюсе вам дадут, да, рядом с Мишкой. А в центре Москвы ваши апартаменты или вашу однокомнатную квартиру Берлево заберут у вас, потому что она стоит 200 тысяч долларов. И это достаточно для погашения кредита и покупки жилья. Альтернативного. Да, бывший мэр хотел создать такое жилье и переселять тех, кто не платит по кредитам, по коммунальным платежам и так далее. Потому что, по большому счету, можно это реализовать все. Более того, в этот закон не попадают квартиры об ипотеке. Ипотечные квартиры не попадают. Поэтому граждане могут не ждать этот закон. Помимо этого, этот закон лучше назвать не банкротство, а реструктуризацию вашего долга. Все-таки. Все-таки, да. Потому что первое, что будет, это по заявлению с разрешением кредитора вам дадут некую рассрочку под одну вторую ставку Центрального банка России. И только потом, возможно, ваше заявление примут арбитражный суд и начнет рассматривать. Но помимо этого, того, что вы можете подать в суд, начиная от 50 тысяч рублей, вам придется нанять арбитражного управляющего, кредитного юриста, финансиста, экономиста. И во что мне это выльется? Да, и 6 месяцев вы должны это все оплачивать, как минимум 6 месяцев. Соответственно, с вашим долгом 500 тысяч рублей или миллион, вы не сможете, вы не позволите стать банкротом. Это непростое заявление. Я банкрот, простите меня. Все, кому должен, да? Поэтому решайте проблему сегодня и решайте ее только в судебном порядке. Более того, вот наша ассоциация оказывает бесплатные консультации, вы обращайтесь. Малоимущим гражданам мы вообще помогаем решать в судебном порядке, не берем за это денег. Поэтому любые вопросы решаются. Главное, не замыкайтесь в себе, не доводите себя до состояния стрессового, а решайте эту проблему юридическим путем. И не спускайтесь в подъезд. Да, я хотел добавить, не замыкайтесь в себе, именно этим воспользуются, собственно, те самые структуры, о которых мы говорим. Еще один звонок, успеем у нас, три минутки. Таня... Интересно, хотел бы задать вопрос. У меня заемщик в физическое лицо, должен 8 миллионов, есть квартира, двухкомнатная, один собственник. Дети не собственники, я никак не могу выбить деньги, заставить продать квартиру и вернуть мне деньги. Понятно, понятен вопрос. Ну, с точки зрения юридической, получите исполнительный лист по решению суда, дальше в район отделения пристава поезжайте, они возбуждают исполнительное производство в отношении этого должника. И если вы говорите, что у него ничего нет, это как раз работа приставов. Да, они сегодня очень плохо работают. Они работают во вторник до обеда, прием граждан, в четверг после обеда. Это ужасная старая советская структура, на которую тоже, функции которой хотят забрать все коллекторы, как говорится, ну, лучше тогда принять закон о частных приставах, как во многих государствах и есть. И мы тогда будем выбирать, кто будет взыскивать долг по исполнительному листу, но по исполнительному листу, а не по понятиям на сегодняшний день, не по каким-то агентским, шпаргалкам и так далее. То есть, адресуя Татьяне ответ, ей нужно сначала добиться решения суда. Получить решение суда, исполнительный лист, взять ее сам, отвезти в судебный пристав, узнать инспектора. Инспектор возбудит дело, это будет возбуждено дело об исполнительном производстве и так далее. А у инспектора есть все функции, вплоть до уголовной ответственности. Более того, он подаст во все базы, федеральный розыск, если скрывается человек, ограничения, на посту ГАИ остановят машину забирать. Есть система, которая была и в Советском Союзе. Заставьте работать действующую систему, не надо выдумывать велосипед, который плохо ездит коллекторский. Поэтому действующая система вся есть. И это будет гораздо эффективнее взысканий, и гораздо выгоднее для вас взыскать этот долг, чем обращаться к третьим лицам, где вы еще можете попасть в недоразумение и сами стать уголовно ответственным человеком. Это легко. Это легко, да. Вы заказчик, поэтому вы должны нести в два раза больше ответственности. Я сегодня считаю, что и банкиров надо наказывать за такие заказы, которые они оформляют. Практически они нанимают киллеров, и киллеры доводят до самоубийства, и граждане начинают или вешаться, или пить таблетки, запивать водку и умирать, или прыгать на провода, или еще что-то. Случаев на сегодняшний день очень много, весь интернет переполнен, все об этом знают, поэтому говорить об этом нечего. Банки рассылают открытки, где выстреливают все мозги и так далее, и говорят, есть решение вопроса. Страшное дело. С разными лозунками. Страшное дело, страшное дело. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Андрей Влас, финансовый омбудсмен. Еще раз повторю, да, финансовый омбудсмен, то есть человек, который помогает людям, и это нужно помнить. Ассоциации антиколлекторов России сегодня обсуждали тему, кто же он коллектор, друг или враг должника. Я не буду, собственно, ставить точку, да, эти многоточия. Каждый, послушав наш эфир, как минимум, да, волен делать свой выбор. Но проблемы есть, ее надо решать. Это очевидно. Спасибо огромное, Андрей. Уважаемый слушатель. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.